Конец все ближе. К прошлой нашей дискуссии я хочу лишь добавить отрывочек из «Воля к власти». Это «Воля к власти» страница 518, параграф 966. Касательно перспективизма. Человек, в отличие от животного, взрастил в себе множество противоположных влечений и импульсов. В силу этого синтеза он и стал хозяином Земли. Морали – это выражение локально ограниченных иерархий в этом многообразном мире влечений, дабы человек не погиб от непримиримости их противоречий. То есть одно влечение оказывается как бы господином, а его противоположность ослабляется, утончается, превращается в импульс, который задает раздражители для деятельности главного влечения. Величайший человек должен располагать величайшим многообразием влечений и при этом в относительно наивысшей их силе, какой он только может выдержать. Про второй отрывок я вам сказал, мы его читать не будем. Если вы хотите, вы можете его найти самостоятельно и ознакомиться. Там про то, что философ – это всегда воспитатель. Там остров могил молчалевый, там могилы моей юностины. Туда отнесу я вечный зеленый венок жизни. Так, еще и в сердце, пока я помоюсь. Да, зато остров уплывает с блаженных островов, покидает своих учеников, чтобы понять, что ближе к нему. Он вернется сейчас, он не уплывает вообще, он уплывает на другой остров. О, вы, юности мои, веки и видения, узор любви и божественные мгновения, как быстро умерли вы. Я вспоминаю о вас сегодня, как о моих мерклицах. От вас, мои дорогие мерклицы, не сходит сладкое благоухание, что обличает сердце слезами. Поистине, оно глубоко трогает и делает легким сердце одинокого пловца. Все еще я самый богатый и больше всех вызываю зависть. Я самый одинокий. Ведь вы были со мною, а я все еще с вами. Скажите, кому падали, как мне, такие розовые яблоки с дерева? Все еще я наследник и земля вашей любви. Цветущий в память о вас, пестрами, дикорастущими добродетелями. О, вы, возлюбленные! Ах, мы были созданы оставаться близкими друг к другу, вы, милые, нездежные чудеса. Не как боязливые птицы подошли вы ко мне и к желанию моему. Нет, как доверчивые и доверчивые. Вы созданы для верности, подобно мне, и для нежных вечностей. Должен ли я теперь называть вас именем вашей неверности, вы, божественные взоры и мгновения? Иному им не научился я еще. Поистине, слишком быстро умерли вы до меня, беглецы. Но не бежали вы от меня, не бежал я от вас. Невиновны мы друг перед другом в нашу неверность, чтобы меня убить. В души ли вас, вы, пьячьи птицы моих надежд? В вас, возлюбленные мои, пускало всегда злоба своей стрелы, чтобы попасть в мое сердце. Я уже говорил вам, что эти песни, они крайне тяжелые для интерпретации во многом. И что они тяжелые для интерпретации, в частности, потому что они во многом очень личные. О чем говорит Золотовство? Ну, может, это шмотовая тракта, но он говорит о том, что те, кто побывал близко, и те, кто разделяли им в одиночество, тех уже нет, и они... Ну, это кто они? Это люди, что ли? Нет, 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 он сам говорит о в одиночестве моей реки, где я не обзор, и в божественные горения. Ну, что это? Хорошо. Том 5, страница 222, параграф 296. Это последний параграф книги «По ту сторону добра и зла». Ах, что стало с вами, моим пером и кистью, написанными мыслями. Еще недавно вы были так пестрые, юные и злые, полно шипов и тайных пряностей, заставлявших меня чихать и смеяться. А теперь вы уже утратили свою новизну. Некоторые из вас, к моему отчаянию, готовы стать истинными. Такими бессмертными, как детали, такими трогательными, напорядочными, такими скучными. Но бывало ли когда-нибудь иначе? Что же списываем и молюем мы, мандарины своей китайской кисточкой? Мы, убеговечивающие все, что поддается описанию, что в состоянии мы срисовать. Ах, всегда лишь то, что начинает блекнуть и выдыхается. Ах, всегда ли вздаляющиеся и исчерпывающие себя грозы и пожелтелые поздние чувства. Ах, всегда лишь таких птиц... И я облащаю ваше внимание птиц, да? ...которые летели устало и устали лететь. И тут уж даются руки в наши руки. Мы увековечиваем лишь то, чему уже недолго осталось жить и летать. Все устало и дрябло. И только для вашей всеполоденной пары, мысли мои, написанные пером и кистью, только для них есть у меня краски. Быть может множество красок, много прёстых нежностей и целых пятьдесят миров жёлтого и бурого, зелёного и красного. Но по ним никто не угадает, как вы выглядели на заре. Вы – внезапные искры и чудеса моего одиночества. Вы – мои старые любимые, скверные мысли. – Достаточно. Теперь вы понимаете, о чём говорит Златостина? – Нет. О бушащих идеях, которые вы когда-то наполняли, над которыми он думал, а теперь они стали прошлым и близки к тому, чтобы стать чем-то догматичным в его памяти. – Речь идёт о том, что познающий не может остановиться. Это значит, что то, что он познал, теряет ценность сразу после того, как он это познал. То, что казалось ему привлекательным, интересным, удивительным, как только доходит до стадии завершения, сразу теряет всякую свою привлекательность и интерес. Златостина высказывает вам какие-то «истины» в кавычках, естественно, или «истины» с маленькой буквы. Но он не может оставаться в границах этих истин. Именно потому, что если бы он остался в границах этих истин, он прекратил бы становление. То есть, мы уже говорили с вами, что поиск истины всегда был мотивирован чем-то, что никак не было связано с истиной. По крайней мере, так утверждается Ницше со стороны философов. Так вот, эта мотивация никуда не исчезает вместе с нахождением истины. Именно поэтому поиск истины всегда был только поиском истины, а не её нахождением. Немного шире возьмём. Мы говорили о трёх превращениях. А Ницше, по ту сторону добра и зла, прямо скажут, что те вещи, в которые мы верим в одном своём возрасте, кажутся нам тривиальными, бессмысленными, неинтересными в другом. И точно так же мы верим в новые вещи, которые, когда мы становимся ещё старше, снова становятся тривиальными, бессмысленными, и мы точно так же верим в новые. В этом смысле, те истины, которые Золотустра высказал вам, опять же, истина с маленькой буквы, ранее, до этого момента, до наглобной песни, теперь будут считаться устаревшими, теперь будут считаться ненужными, теперь будут считаться неистинными. Они больше ему не интересны. То есть, поэтому Золотустра потеваетесь к себе в каких-то моментах? Да, 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 но не только поэтому. Подавайте ваш вопрос пока. Снова вопрос насчёт первого превращения. Ребёнок, ребёнок, кто постоянно подвержен вспомнению, который не доверяет чему-либо, но ещё в то же время и воспринимать, ему легче всё убить. Возможность сказать, что ребёнок, как бы, некий синтез тезиса и антитезиса, тезис, например, или нет, антитезис – это лев, а ребёнок – это тезис, который сочетает себя как… Нигилизм. Почему нет? В Гегелевской, во-первых, лев – это не антитезис, лев – это нигилизм. Тезис – все женщины красивые. Антитезис – не все женщины красивые. Нигилизм скажет – не одна женщина некрасивая. Вы чувствуете разницу? Вот. И потом, это же гегелевская диалектика. Но при чём здесь Ницше? Но он всё равно… То есть, смотрите внимательно, почему не работает этот ход? Потому что откуда берётся гегелевская диалектика? А, в церкви. Из аристотельской логики. Правильно. Вот против неё Ницше и борется. Мне не нравится ваша концепция ещё и потому, что вы говорите «ребёнок, который и то, и не то». Ребёнок в этом смысле символизирует тот факт, что у ребёнка есть то, чего нету взрослого. Постоянно растущее будущее. А, да, есть вопрос. Если эта песня личная, ну, то есть, песня наполнена личными переживаниями, и Ницше, Хер Заратовство говорит о том, что невозможно остановиться к какой-то мысли, потому что… Нет, личные переживания здесь не это, свальте господи. Личное переживание здесь то, что когда Заратовство говорит, когда хотели обидеть меня, пытались обидеть вас, мои мысли. Ну, вот в чём вопрос. Если исходить из этого принципа, то как тогда Ницше, в конце концов, написал Заратовство, потому что в таком случае он не должен был остановиться на этом комплексе идей, которые вы сказали? Он и не остановился, потому что после «Так говорил Заратовство» находятся ещё несколько книг, и финальная из которых должна была быть написана, но не написана. Ага. А как, в принципе, он мог бы предлагать финальную книгу, если он не должен был остановиться в познании? Она финальная не в смысле окончательной системы, она финальная в смысле финальная для него. То есть, после неё могли быть ещё и ещё. И снова мы возвращаемся к вопросу о жизни. Данно или поздно ваша жизнь достигает пика. Вот этот вот пик – это и есть, грубо говоря, финал. Помните о свободной смерти, да? Потому что потом ничего хорошего уже не будет. Да, вот это вот, чтобы… 30-я строчка, ещё разочек. Чтобы у меня убить душили вас, вы, гевчие птицы, моих надежд. У вас, возлюбленные мои, пускало всегда злобо свои стрелы, чтобы выпасть в моё сердце. Да, мы уже знаем, что каждая философия на самом деле является выражением состояния того, кто её создал. И в этом смысле опровержение каждой философии является опровержением её автора, и ничем больше. И она попала, ведь вы были всегда самыми близкими моему сердцу, моим владением и моей одержимостью, потому должны были вы умереть молодыми и слишком рано. Самое уязвимое, чем я владел, пустили стрелу, то были вы, чья кожа походит на нежный пух и ещё больше на улыбку, умирающего от одного взгляда. Но так скажу я своим врагам, что значит человекоубийство в сомнении с тем, что вы сделали мне. Худшее сделали бы мне, чем всякое человекоубийство, невозвратное взяли бы у меня. Так говорю я вам, мои враги. Разве не убивали вы самые дорогие веки и чудеса моей юности? Товарищи моих игр отнимали вы у меня, блаженных духов. В каких возлагаю я этот венок и это проклятие? Это проклятие вам, мои враги. Разве не укоротили бы вы мою вечность? Так звук разбивается в холодную ночь. Одним взглядом божественного ока промелькнула она для меня, одним мгновением. Так говорила в добрый час когда-то моя чесота. Божественными должны быть все существа. Когда напали бы на меня с грязными призраками. Ах, куда же вылетел тот добрый час? Все дни должны быть для меня священны. Так говорила когда-то мудрость моей юности. А поистине веселой мудрости речь. Да, вы теперь... Какая теперь усадовская мудрость? Дикая. Дикая, да. Она больше не веселая. Но тогда украли бы враги у меня мои ночи и продали их за бессонную муку. Ах, куда же улетела та веселая мудрость? Когда-то ждал я от кис счастливых примет. Тогда пустили бы вы мне на дорогу вождебное чудовище Саву. Ах, куда же улетела тогда мое нежное стремление? Когда-то я дал обет отрешиться от всякого отвращения. Тогда превратили моих ближних и самых близких в нойные язвы. Ну, естественно, о ком идет речь. Речь идет о Лук-Соломы и о Елизавете Ницше. То есть о потенциальной невесте и жене и о сестре. Ах, куда же улетел тогда мой самый благородный обед? Как слепец шел я когда-то блаженными путями. Тогда набросали вы грязи на дорогу слепца, и теперь чувствует он отвращение к старой тропинке. И когда я совершил самое трудное и праздновал победу своих преодолений, тогда вы заставили тех, кто любил... кто любили меня, кричать, что подчиняли им жестокую боль. Да, но это Луи Гаст. Поистине все это было сделано ваших рук. Вы отравляли мой лучший мед и старания моих лучших пчел. К моей щедрости вы посылали самых наглых нищих. Вокруг моего сострадания заставляли вытесниться неисправимых безтыгников. Так ранили вы мои добродетели в их вере. Да, заметьте, что золотусты не говорит этому ученикам, хотя это песня золотусты. Золотусты говорит это самому себе, удалившись в одиночество. И если приносил я в жертву самое священное, то я часто соединяла при этом ваше благочестие, свои жирные дары. Так что в чаду вашего жира вздыхалась моя самая священная. И однажды хотел я танцевать, как никогда еще не танцевал, выше небес хотел я танцевать. Тогда уговорили вы моего самого любимого певца. И он затянул ужасающий глухой напев. Ах, он трубил мне в уши, как печальный рог. Убийственный певец, орудие злобы, самый невиновный. Уже стоя я готовым к лучшему танцу, тогда убил ты своими звуками мой пастор. Да, о ком идет речь? Кто этот прекрасный певец, который вдруг затянул надгробные песни? А знаете, кто-то из Елразии? Ну, кто это? Ну, вы, видимо, мало знаете. Это Вагнер. А. Ницше, очарованный Вагнером, вдруг обнаруживает, как Вагнер начинает обращаться к христианству все сильнее и сильнее. Только в танце умею я говорить символами о самых высоких вещах. И тебе остался мой самый высокий символ невыраженным в моих телодержениях. Невыраженной и неразрешенной осталась моя высшая надежда. Помните, как в главах 1, 8 и 10 Золотусство просил учеников не бросать своих высших надежд? За моей высшей надеждой заклинаю не бросай свои высшие надежды. Вот теперь он ее бросил. И он вернется к ней только в самом конце, в 15 главе третьей части, в другой танцевальной песне. Первый все образы и утешение моей юности. Как же я вынес это? Как перенес и превозмог и тирана? Как восстала моя душа из этих могил? Да, как освободился я от страданий и сострадания? Ну, от страдания только пока. Что же спасло? Для чего вы не от страданий и состраданий? Страдаете вы сами, а сострадаете вы другому. Почему Ницше так ненавидит сострадание? Почему сострадание это последний грех Золотусства, от которого он избавляется в четвертой части, и только тогда наступает Великий Полдень? Идея в том, что сострадание связано с, во-первых, жалостью. Жалость, естественно, связана с отсутствием равенства и отсутствием достоинства. То есть жалость всегда вызывает слабейший. И вызывая жалость, он вызывает сострадание. Что такое сострадание? Это еще одно страдание. То есть представьте, вам плохо. Вы из-за того, что кому-то плохо. Нет, еще не дошли до этого. Кому-то плохо. И этот кто-то слабее вас, он ничтожнее вас. Что он делает? Он пытается вам отомстить. И он делится своим страданием. Сострадание не избавляет от страдания. Сострадание удваивает страдание. Потому что теперь страдает тот, кто страдает, и сострадающий. Вызывание сострадания или привлечение сострадания – это и есть акт мести от жалких и слабых. Помните учения о друге. Именно поэтому не может быть дружбы между такими людьми. Именно поэтому дружба не связана с жалобами и попыткой вызвать сострадание. Потому что кто вызывает сострадание, тот отказывается от собственного достоинства. Такой человек не может быть другом. И золотурство должен избавиться от сострадания и от жалости. И в главе о ведении загадки он скажет вам, что убивает жалость и что убивает сострадание. Но до этого мы еще дойдем. Итак, как же преодолеть? Как можно жить, когда все, что случилось, снизше случилось? Как можно жить, когда лучшие моменты во всех их проявлениях были отзавлены другими людьми? Как же я вынес это? Как перенес в голову к тиранам? Как восстала моя душа из этих могил? Да, мисс вам нечто неуязвимое, непогребаемое, взрывающее из скалы. Это моя воля. Молчаливо и не изменяясь, проходит она через год. Да, это воля, воля к власти. Следующая глава о самопреодолении, это глава, излагающая учение о воле к власти. Своим ходом хочет идти на моих ногах моя старая воля. Ее чувство безжалостное и неуязвимо. Неуязвим я только в мою пяту. Все еще жива ты, верно, и гряна себе самая терпеливая. Все еще прорываешься ты сквозь все могилы. В тебе живет еще не распространенная моей юности. Все. И как жизнь и юность сидишь ты здесь, надеясь на желтых разваленных могил. Да, ты еще для меня распространенца всех могил. Будь здорова моя воля. И только где есть могилы, есть воскресенье. Там так пел золотух. Раньше оправданием всего прошлое, включая и прошлое самого золотуха, был сверхчеловек. Теперь мы видим, что это не так. Потому что что есть сверхчеловек, как неплод воли, воли к власти. В связи с чем встает вопрос, что такое воля, каковы ограничения этой воли и как с ней быть, как с ней управиться. Эти вопросы золотухство задает уже не ученикам, но только самому себе. И оставшаяся часть этой книги будет посвящена именно тому, как быть с волей к власти. Что это, чем она ограничена, каковы ее уязвимости и так далее. Почему золотухство, ну и получается, в личных переживаниях, в этих идеях, почему он позволил нанести себе урон? То есть если у него есть воля, почему он не противостоял? Это второстепенный вопрос, потому что это вопрос случайности. Он был молод. Мы об этом еще поговорим, но если коротко. Животные золотухства говорят о золотухстве в самом конце, что для них все вещи прыгают. Для них все вещи всегда скачут. Что это значит? Это значит, что для них есть всегда стойко становления, а для них нет бытия. Чем отличается человек от животных? У него есть память. Именно память делит человека на становление и бытие, на то, что происходит сейчас и происходило раньше. Почему? Потому что происходящее раньше невозможно изменить. Мы увидим это в главе, касающейся именно вопроса о том, как быть с прошлым и боли. Прошлое невозможно изменить. В этом смысле прошлое навсегда вошло в бытие. Вопрос, как с ним быть. Это решающий вопрос. То есть, не почему Ницше допустил это, или вы допустили это. Мы все допустили это, потому что мы все прошли через страдания. Не бывает жизни без страданий. Вопрос, как жить, пройдя сквозь эти страдания. То есть, вопрос, который нас интересует, как не отравиться желанием отомстить. Не чувствовали ли вы враждебности и золотухства по отношению к тем людям, которые все это сделали с ним? Я чувствую в этом тексте. Вот в этой конкретной нагробной песне ощущается горечь. Ну, потому что он все еще не превозмог. Да, да, да. О чем и речь. Именно поэтому учение золотухства тоже все еще отравлено духом мщения. На этом этапе золотухства понимает, что он отравлен? Нет, еще не понимает. Это будет четкое осознание в момент Х, и после этого он скажет, все, я ухожу. То есть, он еще не понимает, что он отравлен в прошлом? Он еще не понимает, что он отравлен вместе. Да. Но получается, что сейчас мы подходим к такому моменту, что пока человек не научается жить со своим прошлым, то есть, как бы вот оно прошло, и как с ним жить дальше, он отравлен вместе. Да. Потому что в этом прошлом, в том числе и для созидающего, есть очень много того, чего не должно быть. И в этом смысле тот, кто говорит, этого не должно быть, тот становится клеветником на мир. Тот становится мстителем. То есть, помните, вы возвращаетесь в вечеринки, сказали своему другу что-то, что вы не должны были говорить, и думаете, черт, вот этого не надо было говорить, да? Вот так не надо было поступать. И вот это вот так не надо было поступать, автоматически делает вас клеветником на мир. Вопрос. Получается, всеми людьми, которые не примирились со своим прошлым? Никто не примирился со своим прошлым. Но нас не интересуют все, нас интересуют только созидающие. Даже золотусца отравлен духом мести. То есть, он только что обвинял в этом талантов. Он только что говорил, что все современные учения о равенстве на самом деле исходят из желания отомстить. И вот теперь мы видим, что сам он немножко тоже отравлен этим желанием. Получается ли то, что его учение также отравлен, исходит из мести? Да, да, да. Он хочет отомстить от репью. Ага, и когда он поймет, и когда он поймет, и спортом он уйдет, потому что его учение больше все. Это свободно к интерпретации. Но часто интерпретатуры говорят, как только появляется учение о вечном возвращении, заканчивается учение о сверхчеловеке. То, с чем золотусца спускается вниз, когда он понимает, что отравлен духом мести, то уходит. А не является ли учение о вечном возвращении продуктом в какой-либо другой мести? Оно не является, потому что оно как раз касается того, как победить прошлое. Но не исходит ли он в этом учении из какой-то другой страсти? Нет, все учения исходят из страстей. Речь идет о том, что до этого результатом, в чем была проблема для золотуса, откуда появился Бог, откуда появляется последний человек измщения, откуда появляются господствующие учения измщения. Вот как сделать так, чтобы они больше не появлялись измщения, чтобы они больше не отравляли этот мир? Пока что этого не получается. С другой стороны, я хочу напомнить вам, что учение о сверхчеловеке, излагаемое в предисловии золотусца, излагается перед толпой. Но и учение о вечном возвращении излагается перед толпой. Пусть даже это специфическая толпа, это все еще толпа. Ну или, грубо говоря, это все еще люди, не предназначенные ни для какого учения о вечном возвращении. Да, но это не философы, это не ученики золотусцы. Более того, я не просто скажу вам, что это за моряки. Я предложу вам чужую часть интерпретации того, что вообще там происходит. Это не моряки, поверьте мне. И капитан, и не капитан. Но мы дойдем до этого в самом конце. Не толопитесь. Продолжим вот такой вопрос. Получается ли это, ну то есть если учение сверхчеловека, учение о вечном возвращении, оно высказывается в толпе, должны ли... Какое учение не высказывается в толпе, вы должны спасить себя? Собственно, которое вынимает... Нет, нет. Из тех учений, которые высказал вам в золотусто. О воле в власти. Вот и все. Это очень короткий ответ, сбивающий все с ног. Но вы помните, что учение о воле в власти, это единственное учение, которое содержит в себе возможность собственного опровержения и тем самым собственного доказательства. То есть это единственное учение, которое ничего не значит. Потому что оно ни к чему не призывает и ничего не констатирует. Кроме факта становления. То есть для потенциальных учеников ничьи только учение о воле в власти и является сутью Заратунки? Нет, вы не можете так сказать. И снова, не существует никакого текста, не существует никакого учения, существует только интерпретация. Поэтому для каждого ученика интерпретация, для каждого последователя, для каждого, кто прочел и вынес из себя что-то, интерпретация будет только собственная. Каждый увидит главное в зеркале собственного тела. Ничего больше. Я лишь привожу вам некоторые аргументы в пользу того, почему учение о сверхчеловеке оказывается не таким, как мы думали. В его тексте интерпретации. Да, да, да. Это же происходит. Конечно, конечно. Нет ничего, что не было бы подвержено интерпретации. А если это есть, то это вещь в себе, и о нем бессмысленно говорить. Это как стихийный тела. Значит, вы же эту строчку изображаете? А, именно поэтому здесь будет глава о поэках. Более того, эти художественные произведения, это всего лишь искусство, а вы возьмите мир. Он тоже есть продукт вашей интерпретации. На самопреодоление. Волей к истине называете вы мудрейшей, то, что ближет вами и делает вас страшно. Заметьте, это не обращение к ученикам. К ученикам золотовство не обращается. Это обращение к мудрейшим. Мы уже знаем, что нет никакой воли к истине. Я лишь напоминаю вам об этом. Видите, она стоит здесь в кавычках. Волей к мысленности всего сущего, так я называю вашу волю. Все сущие хотите вы сперва сделать мыслимым, ибо вы сомневаетесь со здоровым недоверием, мыслимое ли уже оно. Оно должно покоряться и поддаваться вам. Так хочет ваша воля. Нет никакого мира сущего. Есть только познание этого сущего, то есть мыслимость его. То есть интерпретация. Оно должно покоряться и поддаваться вам. Так хочет ваша воля. Гладким должно оно стать и подвластным духу, как его зеркало и отражение. В этом вся ваша воля, вы, мудрейшие, как воля к власти. И даже когда вы говорите о добре и зле, и об оценках ценностях. Нет никакого мира. Нет никаких вещей. Мы мыслим их. Мы их создаем. Мы придаем им какие-то свойства. Мы можем домыслить, следовательно, вещи все, что угодно. И это касается, особенно касается, добра и зла. То есть того, что называется человеческим. Но вещи же без нас существуют. Мы чему-то же придаем значение. Откуда вы знаете, что без вас что-то существует? А потому думать об этом бессмысленно. Так это и есть объективная реальность. Нет никакой объективной. Есть только субъективная реальность. То есть, грубо говоря, снова. Объективная реальность – это вещь в себе. Они нет смысла никакого говорить. Вы никогда туда не попадете. Потому что она бессмысленна, потому что смысл... Нет, нет, нет. Не потому что она бессмысленна, а потому что она недоступна. Поэтому о ней нет никакого смысла говорить. Есть смысл говорить только о субъективной реальности, об интерпретации, о перспективизме. Ну, это перспективизм. Вот выбираешь одно яблоко и другое. Одно, кажется, лучше. А для другого человека то будет лучше, когда то будет хуже. Да, да. Ну, например. Возьмите самый простой пример с телом. Возьмите цвет. Из дальтоники. Да. И всё. Для них нет, например, красного или зелёного. То есть, грубо говоря, вы говорите, это зелёный листок. Я там стою в дальтоне и говорю, нет. А, да. Но если бы мы не знали, почему они видят так или иначе, можно было бы сказать, что существует только субъективная реальность. Но мы знаем, почему существует дальтонизм. Но опять же... Как раз идёт вопрос, что волны – это вещь в себе. То есть мы никогда их не сможем вне нашего глаза что-то с ним видеть. Мы можем их и писать, и всё. Да, да. Это тоже хороший ответ. То есть, грубо говоря, это то, о чём мы уже говорили. Вы видите зелёный, не потому что лист зелёный. Вот с этим никак не связано. Объективно лист не зелёный. Потому что зелёного не существует. Вы просто видите зелёный. Особенно, повторюсь, это касается человеческого. То есть морального и созданного людьми. Нет добра и зла. Нет никаких ясных и чётких понятий. Есть только то, что мы вписываем в них. И вписываем мы это никак иначе, кроме собственной воли. Это воля есть воля к власти. В смысле, воля к господству. К господству над окружающим миром. Создать хотите вы мир, пред которым могли бы вы клонить колено. Такова ваша последняя надежда и премьера. То есть из бессмыслицы сделать такой мир, который бы нас устраивал. Однако не мудрый народ подобный реке, по которому плывёт чья он. А в нём сидят торжественные и наяженные оценки ценностей. Вашу волю и ваши ценности по стилю выборить и становлению. Ваша старая воля к власти подаёт себя в том, во что верит народ, как добро и зло. Достаточно. Есть два типа людей. Мудрые и не мудрые. При этом не мудрые подобны реке. Народ подобен реке. На этой реке, по этой реке плывёт челн мудрых. Эта река народная река, река становления. Я напоминаю вам о Гераклите, откуда взята эта метафора. С одной стороны, мудрые отделены от не мудрых. А с другой стороны, они плывут по реке не мудрых. И поэтому зато стынет ваша старая воля. Имея в виду, что мудрейшие до сих пор занимались выражением народных предрассудков. Что же хочет Золотустова? Вашу волю и ваши ценности по стилю выборить и становлению. Старая воля к власти подаёт себя в том, во что верит народ, как добро и зло. И всё-таки оказывается, что это мудрейшие управляли народным. То были вы мудрейшие, кто посадил других гостей в этот челнг и дал им блески и гордые имена. Вы и ваша господствующая воля. Все ценности, которые воспринял народ, исходят от мудрейших. Вспомните о тысяче одной цели. Там Золотустова говорил, что народу способны созидать. Так вот, созидали всегда личности, народу только воспринимают. Всё дальше река несёт ваш челнг, она должна нести его. Что за беда, если пенится разбитая волна и нервно протереться кирю? Не река ваша опасность и конец вашего добра и зла. Вы мудрейшие. Но сама эта воля, воля к власти, неистощимая творящая воля в жизни. Достаточно. Революции и народные бунты против ценностей не страшны. Это их не касается. Напротив, они как раз являются выразителями ценностей. Страшна неизбежность перемен. И новые мудрейшие. Со сменой мудрейших меняются и ценности. Мир меняется сообразности с созидателями, не со строителями. То есть революция не является чем-то страшным. Проблема в том, что в основании революции ежит учение философов. Но это учение, исходящее из мести. Вот в чём беда. То есть это отравленное учение. А не является ли сам принцип революции, ну, не является революцией сама по себе воплощением мести? Ну, бунтом, да, конечно, конечно. Тогда как она может быть, не может быть чем-то страшным? Потому что если... Она не страшна, потому что она второстепенна. Она возникает... Не народ ведёт за собой мудрых, а мудрые ведут за собой народ. В этом смысле революция есть всего лишь отражение теории. И проблема не в ней, а в теориях. Это теории, заряженные местью, которая потом выливается в революцию. Но мудрейшие, которые ведут за собой народ, ну, то есть в революции, разве не поддают... Разве хороши ли они тем, что поддаются мести? Они хороши, потому что они мудрейшие. Они ведут за собой народ. Но их учения отравлены местью. И отсюда оказывается отравленным местью сам народ. Но чтобы поняли вы моё слово о добре и зле, я скажу вам ещё слово о жизни и свойствах всего живого. Сейчас до этого не доходим. Что говорит Заратустра? Заратустра говорит, что он разобьёт их чем и создаст новый. Тем самым придаст человечеству новое направление. То есть он не изменит не только чем, он изменит движение реки. Для этого мы должны открыть том 1, часть 2, страница 274. Даже наиболее благородные представители философии подчёркивают её оготворяющую, утешающую силу с такой настойчивостью, что искатели покоя и люди костные поневоле думают, будто искали как раз то самое, что ищет философия. Видите, как это связано. Мне же кажется, что важнейший вопрос философии гласит, в какой мере вещи имеют неизменный характер релик, а потом, когда ответ на этот вопрос будет получен, надо с самой беззастенчивой отвагой поступить к улучшению той стороны мира, о которой стало известно, что она изменила. Ну и этого достаточно. В ЭКЕ ХОМО НИЧИ прямо скажет, я никогда не собирался ничего улучшать, и уж тем более не улучшать человечество. Философы этим не занимаются. Он собирался найти, что можно улучшить. А что можно улучшить? Давайте, ответьте мне на этот вопрос. Когда мы поймём, что можно улучшить, что можно улучшить, то понище. Отношение к жизни. Простите ещё раз этот релик, и тогда ответьте мне снова, что же можно улучшить. Даже наиболее благородный обеспечительный белорус почувствует реликотворяющую и утешающую силу с такой настойчивостью, что искатели, покои и люди костные поневоле думают, будто искали как раз то самое, что и с философией. Мне же кажется, реликотнейший вопрос в церкви философии гласит, в какой мере вещи имеют неизменный характер релик. А потом, когда ответ на этот вопрос будет получен, надо с самой беззастенчивой отвагой поступить к улучшению той стороны мира, которая стала известно, что она изменилась. Итак, что можно улучшить? Вещи. Всё можно улучшить, нет никакого бытия, есть только становление, всё меняется. Соответственно, всё можно изменить к лучшему. И золотустая сейчас должен будет объяснить вам, как это так получается, что всё можно изменить к лучшему. Ну что вы поняли, вы моё слово о добре и зле, я скажу вам ещё слово о жизни и свойствах всего живого. Живое прослеживал я, прошёл великими и малыми путями, чтобы познать его свойства. С таграмным зеркалом ловил я взор жизни, когда устали и молчали, чтобы взор говорил мне. И её взор говорил мне. И снова помните, женщина жизни, да? Но где не находилось живое, там слышали я речи о повиновении. Всё живое есть нечто повинующееся. И вот второе. Итак, два свойства, по крайней мере два, сейчас будет третье. Два свойства жизни. Первое из них какое? Всё живое есть. Всё живое есть иерархия, да. Всё в жизни, всё в мире есть иерархия. И вот второе. Тому повелевает, что не может повиноваться себе самому. Таково свойство живого. Ну вот третье, что я слышал. Да, естественно. Тому повелевает, что не может повиноваться себе самому. Приведите пример. В природе, в жизни, да. Рука, например. Тому повелевает, что не может повиноваться себе самому. Она не может повиноваться себе. Да? А почему ребёнок плохой пример? Когда он маленький, он не может повиноваться самому себе? То, что он не встаёт. Смотрите, ребёнок начинает куда-то ползти. Чем он занят? Вы приказывали ему ползти куда-нибудь? Ну, нет. Ну, вот и ответ. Ну, вот и вопрос. Если он ползти, то да. Да, или вдруг он начинает гадить или орать. Это по вашему приказу все происходит? По команде? А если он до вчера может жить? Нет, этим как раз и занимаются первые полгода жизни ребенка, его длассируют. Но, опять же, его длассируют не во всем, а только в определенных вещах. Когда надо спать, когда надо гадить, когда надо есть. Иначе он это будет делать в абсолютно хаотичном порядке и жить просто становится невозможным. Давайте дальше. Третье, что я слышал, повелевать труднее, чем повиноваться. И не потому только, что повелевающий несет время всех повинующихся и что легко может это время раздавить его. То есть, смотрите, и вот вам простое засуждение об иерархии. В природе существует только повинующиеся и повелевающие. Повинующиеся – это те, кто не способен повелевать. Повелевающие стоят выше повинующихся. Почему? Потому что это сложнее. Ну, сложнее почему, да. Вот сейчас Нишин сразу скажет. Попыткой с дерзновением казалось не всякое повеление. И всегда повелевая живущая рискует собой. Да, повелевание – это риск. Я напоминаю вам о Макеавелле для простоты. Не, можно ли сказать, что это как бы риск, потому что любое повеление, оно ведет, ну, как главное, провоцирует месть. Провоцирует сопротивление, давайте скажем, немножко шире, да, конечно. Среди людей, естественно. Речь идет о том, о чем Заратустин нам уже говорил, только теперь немножко шире. Кто враг благородного и кто такой благородный? Благородный – это созидающий, а враг благородного – это… Ну, и чего? Никто ничего не помнит, да? То есть о добродетельных никто не помнит. Те, кто стоят на защите общества, те и есть враги созидающего, враги благородного, потому что он собирается все это разрушить. Консервы? Ну, они сами себя называют добродетельными, в том смысле, что они приняли на себя коллектив, общественную мораль, мораль коллектива. Они не обязательно консерваторы. И когда созидающий начинает разрушать эту мораль, тогда от них, с их стороны, он подвергается наибольшей опасности. И даже когда он повелевает себе самому, даже тогда он должен, решаясь, купить свое повеление. Своего собственного закона должен стать он судьей, мстителем и жертвой. Достаточно. Что это значит? Это значит, что на самом деле повелевающий висит в воздухе, но всем остальным он дает твердую почву под ногами. Он и есть атлант, держащий небо. Только упирается он не в землю, а упирается в сам себя и в свою волю. И потому, как будет сказано ниже, нет никаких оснований для ценностей мира и для самого мира, кроме воли. А вот повелевающийся, у него воля власти, как выражена. Буквально мгновениями ниже, золотовство нам скажет об этом. Если бытия не существует, если объективного мира не существует, а существует только субъективный, то он возникает изнутри. Он ниоткуда больше не возникает. И когда вы навязываете, когда созидающий навязывает свою картину мира всем остальным, когда он повелевает с помощью этой картины мира всем остальным, для них она является укорененной. Для них все понятно. Для него она является укорененной только в нем самом. Для него ничего не понятно. Это разница между Марксом и марксистами. Это разница между Лениным и Ленинистами. Это разница между Мао и Маоистами. Имеется в виду, что тот, кто задает учение, прекрасно знает, что это учение ничего не стоит. Но для всех остальных оно стоит всего. Потому что для всех остальных оно дает картину мира. То есть получается, что любой пророк... Да, Иисус знает, что никакой голубь к нему никогда не являлся. Знает, что никакого горячего... Моисей знает, что не было никакого горячего куста и никакого мужика на горе Синай. И никакого горячего столба. И ничего. Получается, что мудрец для народа... Мудрец для народа пророком всегда должен основать фикцию с того, что он лишает народа. Нет. Получается, что когда ваше учение попадает в руки народа, оно народу дает покой. Оно для народа делает мир понятным. Лишает его хаотичности. Но для вас мир никогда не лишен хаотичности, потому что вы знаете, что ваше учение это всего лишь способ огородиться от него. Вы знаете, что ваше учение неестественное. То есть, если он понимает ложность учения, то он мудрый. Если не понимает он, то он часть народа. Но не может дать ему соответственно... Если вы создали свое учение, то вы не часть народа. Если вы не создали его, то вы часть народа. А если он создал учение, но не понимает его ложности? А такое бывает? Ну, фанатики, по типу, совонарок. Нет, фанатики не создают никаких учений. Фанатики не создают учений. Они принимают на себя учения очень легко. Саванарова отличный пример. Кальвин. Кто? Кальвин. Он же христианин, правильно? Да. Ну вот и ответ ваш. Только кальвинизм, это же отдельное. Это не важно. Важно то, что он ничего нового не создал. Вы могли бы Лютер еще с тем же успехом сказать. Нет, Лютер и Папа. Ну как сказать. Вопрос. Нужно одно какое-то глобальное учение, которое создало картину мира для всех людей? Или это может быть несколько каких-то учений? Получается, это будет какой-то... Ну не сойдет мудрейших, но вот несколько... Чем больше ваша воля к власти, тем больше ваше желание сдать учение всему миру. Ну как же происходит это? Так спрашивал я себя. Что заставляет все живое повиноваться и повелевать? И повелевая быть еще повинующимся. Вот это ваш вопрос. Слушайте же мое слово, вы мудрейшие. Проверьте, хорошенько проник ли я в сердце жизни и до самых корней ее сердца. Где находил я живое, там находил я и волю к власти. Даже в воле слуги находил я волю быть господином. Итак, первое. Где находил я живое, там находил я и волю к власти. Это будет тезис. Жизнь есть воля к власти. До этого еще дойдем. И тогда встанет вопрос. Если жизнь есть воля к власти, то что стоит выше? Жизнь или воля к власти? Помните, мы задавали вопрос, что стоит выше, жизнь или мудрость? И вот следующий вопрос, что стоит выше, жизнь или воля к власти? Но этот вопрос отдельный, до него еще дойдем. Но если Заратуст потом уходит, то будет за жизнь лучше, потому что дальше праздник жизни не будет. О, до этого еще дойдем. И второе. В чем воля к власти слуги, спрашивали меня. И Заратуст отвечает. Подчиниться одному, чтобы подчинить другое. Помните Стрипсиада, когда вы принимаете иерархию, неважно по какому принципу, то автоматически внизу у вас появляется кто-то, и над вами появляется кто-то. Поэтому когда вы принимаете иерархию, сверху над вами появляется кто-то, и внизу тоже появляется кто-то. Отлично. Верщину иерархии, конечно, можно занять, но шанс на это практически нулевой. Он стремится к нулю. Это понятно. Большинству, так или иначе, придётся встраиваться в иерархию. И это значит, они встраиваются в иерархию, чтобы иметь возможность иметь собственную волю к власти над ниже стоящими. Сейчас за то, что нам это произойдёт. Чтобы более сильное услышало более слабое, к этому принуждает его воля, которая хочет быть господином над ещё более слабым. Лишь без этой радости не может оно обойтись. Да, как жить подчиняясь? Подчиняясь. Ответ. Жить подчиняясь можно только подчиняя. Как можно жить, будучи слугой, только когда у самого слуги есть кто-то ещё ниже, чем он? Тогда тот, кто действительно наднеет, тот, кто никому не может подчинять. Отлично, отлично, спасибо. Во-первых, это конец иерархии, это так же редко, как и югерщина. А во-вторых, именно из конца иерархии и возникают проблемы с иерархией. Потому что там больше всего ненависти по отношению к иерархии. Как получилась такая иерархия, в которой я являюсь самым нижним? Ну, дух мести, да, максимум мести. Если вот это вот самое дно иерархии сознаёт то, что оно дно, должно ли оно избавиться от себя, потому что оно бесполезно? Нет, оно не бесполезно. Дно в иерархии служит хотя бы той части, что тот, кто стоит над ними, ощущает над ними власть. То есть не является дном самым. Во-вторых, у любой иерархии будет дно. Если вы уберёте дно, тут же появится, да? То есть тут не избавиться от себя, тут избавиться от иерархии. У дна иерархии всегда желание избавиться от иерархии. Только логично, почему иерархия неустойчива? Ничто неустойчиво, тут же возникает новая иерархия. Потому что золотурство говорит, там, где я нашёл природу, там, где я нашёл жизнь, прошу прощения, там я нашёл иерархию. Невозможно никак иначе жить. То есть не бывает равенства ни в каком виде никогда. Грубо говоря, Октябрьская революция, вы, значит, бежите с красными, красные победили, следующий встает вопрос какой, кто наиболее красный? Или вы нацист, нацисты победили, тут же встает вопрос, кто наиболее расово чистый? Французская революция, кто наиболее революционный? Да, кто больше, естественно. Никаких вариантов других не существует. Американская революция, вот там не было. А знаете почему? Потому что это никакая не революция, там всё ещё рабы. Вот если бы это была революция рабов, тогда вы поговорили. Кто более чёрный? И этот вопрос встает сейчас. Если вы обратите внимание на теперешние западные культурные движения, я имею в виду американские, встает вопрос, кто наиболее угнетённый? То есть, кто имеет больше всего привилегий? Чёрная лесбиянка, больная раком на коляске, да? Почему? Потому что она больше всех угнетена. Она что-то не единственная. Ну, естественно. Вот об этом должна идти речь. То есть, как только возникает какая-то идея о равенстве, тут же возникают, да, как у Орвула. Самые равные? Или как там было в скотном дворе-то? По-моему, да, самые равные. Ну, я уже не помню. Более ровные, чем... Да, 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 да. Все животные равны, но некоторые животные ровнее. Вот о чём и речь. Но по факту стремления найти самых угнетённых и ликвидировать их угнетение, это же воплощение принципа равенства. Нет, снова возникает иерархия. Иерархия угнетённых. Вот этим надо дать больше, этим... Они все угнетены, только эти угнет... Да, 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 да. Но ведь революции должны... Ну, то есть, мудрейшие ведут людей к революции. Да. Ну так, а мудрейшие оказываются отравленными местью. Почему мудрейшие отравлены местью? И Платон вам ответит, почему. Уже Платон сможет ответить на этот вопрос, почему. Потому что они должны стоять во главе естественной иерархии, но почему-то не стоят. Это же Сократовская проблема и проблема царей-философов. Но отравленные местью они ведь... И поэтому они с самого начала отравлены местью. Ну, а как эти мудрейшие могут создать картину мира, которая примет большинство? Так большинство её и принимает, потому что большинство тоже отравлены местью. Она тоже внизу иерархии. Ну, если получается тогда идея жерартовской армии, в данном народе есть продукт духа мести? А я вам о чём говорю? Но этот мудрейший, он не будет зажать человеком. Ну, отбросьте уже сверхчеловека. Пиком непонятно, кто будет. Ну, то есть, пик тоже нет, получается? Нет. И ты субъективный для каждого человека? А теперь возьмите шире. Пик не субъективный, пик становится объективным для большинства, если он навязан философом. Он только для философа объективный. А для всех... субъективный, прошу прощения. А для всех остальных он объективный. То есть, каждый раз, когда побеждает философское, не новое философское учение, в кавычках, да, происходит что? Переоценка ценностей. И эта переоценка ценностей всё время заставляет пики плясать. Я уже говорил вам, для животных все вещи пляшут, как они и говорят сами, потому что для них есть только становление. И когда вещи пляшут, тогда происходит становление. Тогда вы фиксируете становление. Это значит, что, грубо говоря, смотрите, был коммунизм. Кто был величайший человек на свете? Маркс, Ленин, Сталин. Ну, так рисовали на горах. Ну, может быть, Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин. Может быть, Маркс, Энгельс, Ленин. Коммунизма нет. Кто там про Маркса что-то сейчас говорит или про Энгельса? Кто вообще помнит про Энгельса? Нацисты. Кто величайший человек? Известно. Где теперь эти нацисты? Где этот величайший человек? Перспективизм в одном из своих уровней именно вам об этом и говорит. Нет объективности, поэтому нет объективного пика. Поэтому пик всегда будет. Спросите христианина, кто номер один. Он вам ответит, кто номер один. Опять же, собирается себя человек в философ. Значит, не так ли может Иисус Христос? Либо человек – это тот, кто нарисованный философ? Ну, Иисус – философ? Ну, да. В плане… Создатель ценностей – да, но он не философ. То есть, создатель ценностей – да, 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 конечно. Вопрос только каких ценностей и как мы меряем эти ценности. Потому что Иисус ничего хорошего с точки зрения Ницше, давайте я скажу так, но это утрирование явное, вы это понимаете, да, ничего хорошего не создал. То есть, он не ближе к сверхчеловеку, чем, я не знаю, там, Моисей или Зараваст. Это просто издевательство, ничего большее, каликатура. Есть проблема с пиком, почему его не может быть? Потому что, чтобы узнать пик, нам нужно закручивать человеческую историю. То есть, человечество должно исчезнуть. Чтобы опознать, да, чтобы так встать и посмотреть. Ну, да, да, чтобы знать, где… То есть, у нас есть пики в прошлом, да, то есть, какие-то высокие точки. Но самую высшую точку мы можем определить только когда все закончится. Да, когда не закончится некому где-то определить это. Естественно. Именно поэтому для нас все время есть Завтра. А поэтому пики не существуют. Нет, пики существуют в прошлом. Вы просто не знаете, это финальные пики, будет ли еще выше или не будет. И в этом смысле для вас, потому что, смотрите, если бы вы знали, тогда было бы бытие, тогда вам ничего не надо было бы делать. Это было бы конец. Смотрите, после последнего человека ничего не существует. Да, то вам на той последний. Он и последний, как раз, чтобы оценить, когда был пик. Но такая проблема в том, что с его ценностями он как раз оценит неправильно. Он и есть пик. Для себя он и есть пик. Так никто не оценит правильно. Но… Неправильно с точки зрения Ницше, да? Не объективно, а правильно. Но это единственный способ оценить пик. Да, но тогда мы знаем, он и скажет, я есть пик. Да. И когда противоположность с него будет на скорей. А-а-а, хороший ответ. То есть, если мы знаем, кто такой последний человек на верняка, мы знаем, кто такой слезо-человек. Может, последний человек будет и сверхчеловек? Нет. Мы говорили уже об этом, что только последний человек делает сверхчеловека возможным. Ну вот они будут вдвоём? Нет. Но они не будут возможным, это не значит обязательным. То есть, грубо говоря, может быть последний человек без сверхчеловека. Ему не страшно. Не, просто представьте себе красную, которую сверхчеловек уничтожает, но и все остальное. Но мне кажется последний человек. Вам тогда просто надо для Элиаса Конетти читать его массу и власть. Он как раз про это и говорит, что лидер всё время хочет убереть последнего. В этом главное свойство лидерства, в том, что лидер убирает последнего. Да. А зачем нам вообще знать, кто сверхчеловек? Отличный вопрос. Нам вообще не надо этого знать. Грубо говоря, Золотусты говорит, вы должны туда стремиться. Потому что будущее ещё возможно. Ещё раз, это сделано для того, чтобы не убить креативность. Потому что если Ницше скажет, сверхчеловек это вот это, креативность и конец. И он идеалист тогда. Или если Ницше скажет, сверхчеловек уже был, креативность и конец. И он снова идеалист. Причём он ещё и романтик, потому что был в прошлом. Сознание. Если сверхчеловек всегда в будущем, то он в будущем только для вас. Его нельзя в будущем обрисовать. Потому что тогда это снова идеализм. И снова конец. То есть Ницше не может написать кодекс строителя коммунизма, По понятным причинам. Ну нет, ничего, что написать, что не должно быть сверхчеловека. Он не может написать, что должно быть, а что не должно быть, он пишет. То есть свой, который не должен быть сверхчеловек. Это те, которыми обладает последний человек? Ну, как тогда. А он хорошо описан, последний человек? Ну, вот вся книга о том, что делать не надо, чтобы... Мне казалось, что сочетание «последний человек» звучит в той же речи толпе. Нет, сочетание «последний человек» – сочетание «раз», но «последний человек» еще надо написаться. Ну, в какой-то третьей части, я не помню. Там тоже о человеке будущего, который там... Найдите, потому что я вообще такого не вспомнил сходу. Может быть, я не прав, если найдете – найдите. Давайте. И как меньшее отдаётся большему, чтобы оно радовалось и власть имела над меньшим, так отдают себя в жертву и величайшее из-за власти искует жизни. В том и самопожертвование величайшего, что это дерзновение и опасность игра в кости, где на кону смерть. И помните про игру в кости? Вспомните про игру в кости? Удачи. Ну, 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 ну. Человек, который побеждает в игру в кости, тот расстраивается. Но это игра в кости, где на кону смерть. И в этом смысле, естественно, тот, кто выиграл, тот расстроился. Иными словами, тот, кто проиграл, тот и победил. Если вы кинули и случай выпал на вашу сторону, вы расстраиваетесь, потому что вы победили. Но обычно, в игре на победу, победа это не... А если играешь на поражение? На русском. И тогда, верно, больше шансов, как бы, тебе выпадает твое поражение, ты действительно проигрываешь. То есть ты выпадаешь, если только начнешь играть? Нет, тогда это хорошо, тогда это хорошо. Потому что это повод преодолеть себя. В этом и само пожертвование величайшего, потому что это дерзновение и опасность игрок в кости, где на кону смерть. А идей, жертвой служения и взор любви, там есть и воля быть господином. Окольными путями крадется слабейшая крепость и в самое сердце сильнейшего, и крадет власть. С одной стороны, это замечание о том, как произошла перемена ценностей с античных на христианские. Но это второстепенно, потому что Золотустер говорит не об этом. Золотустер говорит о том, как он собирается сейчас украсть у жизни власть. Золотустер слабейший, жизнь сильнейшая, но жизнь раскроет свою тайну перед Золотустерой. И вот такую тайну передала мне сама жизнь. Смотреть первое Илана. Я о том, что всегда должно преодолевать самого себя. Конечно, вы называете это волей к рождению или стремлением к цели, к высшему, дальнему, более сложному. Но ведь все это единое и тайное. Да, вот, спасибо. И тут я вспомнил ту мысль, которую хотел сказать вам в самом начале. О том, почему птицы устаревают сразу, почему мысли устаревают сразу после того, как вы находите эти маленькие истины. Да, истины с маленькой буквы. Золотустер выражает это следующим образом. Каждый орех хочет быть расколот, но орех бытия пуст. Как только вы что-то раскалываете, там ничего не оказывается в том смысле, что там теряется тайна. Жизнь – это тайна. И в жизни обязательно должно быть место загадки. И как только вы получаете отгадку, так сразу то, на что вы получили отгадку, становится неинтересным, становится автостепенным. Конечно, вы называете это волей к рождению или стремлением к цели, к высшему, к дальнему. Заметьте, что так называл это и сам золотурство – к высшему и дальнему. Более сложному, но всё – это единое и тайна. Лучше погибнуть ящем отрекусь из этого единого. И поистине, где гибель и листопад, там, смотрите, жизнь жертвует собой ради власти. Да, и теперь пришло время поговорить, что существует не воля к жизни, а воля к власти. Том 13, страница 52, параграф 121. То есть это ответ на вопрос, что главнее – жизнь или воля к власти? Вы заметите, что это одна из оригинальных отрывков для воли к власти? Суждение о том, что воля к власти высшего жизни, она в принципе проистекает из принципа того, что жизнь – то, что всегда нужно превозможить. Если бы жизнь была бы высшей волей к власти, то не могла бы себя превозможить. Об этом речь, да. То есть жизнь оказывается второстепенной по отношению к воле к власти. Жизнь больше не есть универсальная, неизменная, высшая ценность. Она есть ценность второстепенная, и из-за отсутствия выводит это прямо из самой жизни. Ну или ничья выводит это прямо из самой природы. Давайте. Самую низшую примитивную деятельность на уровне протоплазмы невозможно вывести из воли к самосохранению, ведь протоплазма бессмысленным образом вбирает в себя много больше, чем это диктуется нуждами самосохранения. И главное, вследствие этого она не сохраняет себя, но делится. Инстинкт, господствующий здесь, должен объяснить как раз подобную охоту к самосохранению. Уже простой голод служит толкованием, примерно сравненно более сложных организмов. Голод есть специализированная и позднейшая форма данного инстинкта – выражение и разделение труда, служащего по господству, высшего, чем оно и инстинкта. Да, то есть на самом базовом уровне жизни, который мы встречаем, есть воля к власти, но нет воли к жизни. Протоплазма убивает себя, убивает, вбирая в бесконечное максимум, которое она может вобрать, пока жива. Убивает себя в смысле делится, разделяется. Жизнь – это тайна. Жизнь, как воля к власти – это тоже тайна. И отсюда вывод, который Ницше будет повторять не раз в своих книгах. Вывод, который выступает против сократического представления мира. Этот вывод звучит следующим образом. Давайте мы прочтем. Том 5, страница 220, подвигаем 294. Олимпийский порог, вопреки тому философу, который, как истый англичанин, попытался поручить смех всех мыслящих голов, сказав, смех – ей злой недух человеческой природы, победить которой будет застрелиться всякая мыслящая голова. Да, вы видите, что это прямо против гопуса. Я позволил бы себе даже установить ранжер для философов в сообразной рангу их смеха, поставив на высшую ступень способных к золотому смеху. И если предположить, что боги тоже философствуют, к чему мне уже скучалось приходить в своих заключениях, то я не сомневаюсь, что и они смеются новым сверхчеловеческим смехом и в ущерб всем серьезным вещам. Боги насмертливы, по-видимому, даже священно действуя, они не могут удержаться от смеха. Да, строчка, которая будет повторяться снова и снова – «боги тоже философствуют». Если жизнь – это загадка, то боги, даже боги, тоже существуют в рамках этой загадки. И теперь я надеюсь, что вы отгадаете, о ком идет речь. Гений сердца, свойственное тому великому сокровенному богу-искусителю и прирожденному в кресолобу совести, чей голос умеет дойти до самой преисподней каждой души, кто и слова не скажет, и взгляда не бросит без крытого намека на соблазн, кто обладает мастерским умением казаться не тем, что он есть, а тем, что все более побуждает следующих ему рваться к нему и со всем более глубоким и сильным лечением следовать за ним. Гений сердца, который заставляет замолкать, учит прислушиваться все громкое и самодовольное, который разглаживает заскору злые души, давая им отведать нового желания, быть неподвижными, как зеркало, чтобы в них отражалось глубокое небо. Гений сердца, который научит неловкую и слишком торопливую руку брать медленнее и нежнее, который угадывает скрытые и забытые сокровища, капли добра и сладкая рукотворенности под темным толстым льдом, служит волшебным жезлом для каждой крупицы золота, долго лежавшей погребенную в своей темнице из ила и песка. Гений сердца, от прикосновений которого каждый становится богаче, но не облагодетельствованным и ошламленным, не осчастливленным и подавленным чужими благами, а богаче самим собою, навея для самого себя проявленным, обеянным и выслушенным теплыми ветками, быть может не столько уверенным, более нежным, ломким и даже надобленным, но полным надежд, которым еще нет названия, полным новых желаний и приливов, полным нежеланий и отливов. Но что я делаю, друзья мои, о ком говорю я вам? Неужели я так забылся, что даже не назвал его имени? Но разве вы уже сами не догадались, кто этот загадочный дух и бог, которого подобает хвалить таким образом? Достаточно. Кто это? Гений сердца. Вы просто прошли ниже. Это не ответ. Кто это? Гений сердца, который дарит, но не одаряет. Находит крупицу. Близко. Это Сократ. Почему он говорит свой бог? А сейчас потому, что ниже и только что выше, Ницше сказал нам, что боги тоже философствуют. Сократ – это поворотная точка истории, как говорит Ницше. И Ницше хочет стать такой же поворотной точкой. Помните, как Заратусство говорит, если боги существуют, как удержался бы я от того, чтобы не быть богом? Если боги философствуют, то есть если боги – это философы, как не удержались бы философы от того, чтобы быть богами? И пока он такой был один. И это Сократ. И амбиция Ницше – это амбиция преодолеть Сократа. Во всех смыслах преодолеть Сократ. То есть стать таким же, как Сократ, такой же поворотной точкой истории, но только против Сократа. Что делает Сократ? Сократ дает дух тяжести, в частности. Дает один из аспектов духа тяжести. Что делает Заратусство и Ницше? Заратусство и Ницше пытаются победить этот дух тяжести. Сократ говорит, логика есть основание для всякого решения. Ницше говорит, никакой логики быть не должно. Сократ говорит, существует истинный мир, познаваемый с помощью разума, созерцанием. Ницше говорит, никакого истинного мира, и уж тем более познания и созерцания не существует. Сократ говорит, есть идеи. Ницше говорит, никакого идеализма. Сократ говорит, есть метафизика. Ницше говорит, никакой метафизики. И так далее. Чем больше вы знаете Сократа, чем лучше вы знаете Сократа, тем больше вы понимаете, куда двигается и должен двигаться Ницше с амбициями против Сократа. Почему он говорит о Деонисе? Потому что это и есть то, чем станет золотоство в конце. Это и есть вторая поворотная точка. Вы читаете этот отрывок, у вас в голове возникает Сократ. А потом Ницше говорит вам, это не Сократ. Как вообще Ницше представляет себя Бога? Что такое для него Бога? Нет, теперь не Бог – это Сократ, а Сократ – это Бог. Бог – это пик. Бог – это вершина того, что мог достичь человек. Бог – это сверхчеловек. В рамках рассуждения о по ту сторону добра и зла сверхчеловек не произносится. И вы увидите, что он практически никогда не произносится потом. Я не буду говорить, что он не произносится вообще, но по-моему, по ту сторону добра и зла нет сверхчеловека. То есть Ницше, получается, считает, что именно Сократ был таким человеком, максимально приближенным к... И если вы собираетесь туда же, вам надо сделать то же, что и Сократ. Ну, получается, Заратустра, он тоже хочет туда. Да, в конце он и становится богом Дионисом, о котором идет речь в этом отрывке. Но он же изначально как бы сказал, что он не сверхчеловек. Да, но в конце именно это и происходит. В конце второй части Заратустра покидает своих учеников, понимая, что из них ничего не получится. И тогда он говорит себе, я должен сделать все сам. Он уходит, за его следами печатается невозможное, и он совершает невозможное. За его следами следы стираются, а потом... Да, а потом вместо них пишется невозможное. Не ходите по этому пути. Это невозможный путь. Гений сердца, еще раз, и вы увидите здесь вместе со мной Сократа. Гений сердца свойственен тому великому сокровенному, богу-искусителю и прирожденному крысолову совести. Сократ ли не крысолов? Чей голос умеет дойти до самой преисподней каждой души? Да, и вывернуть его наизнанку. Кто и слова не скажет, и взгляды не бросит без скрытого намека? На соблазни. Естественно, чем занимается Сократ? Он соблазняет, совращает молодежь. Кто обладает мастерским умением казаться не тем, что он есть, а тем, что все более побуждают следующих ему рваться к нему и со все более глубоким и сильным влечением следовать за ним? Сократ, увлекающий за собой молодежь не тем фактом, что он есть нищий, уродливый старик, а тем фактом, что он есть максимально соблазнительный, его учение максимально соблазнительное. Гений сердца, который заставляет замолкать и учит прислушиваться все громко и самодовольно. Кто идет за Сократом? Лучшие из юношей, громкие и самодовольные. Алкивиад, Критин и Ижи с ними. Что он делает с ними? Он заставляет их замолчать и прислушиваться к нему. Который разглаживается за скорузлые души, давая им ответить нового желания. Да. Кто, как не Сократ, объясняет всяким Протагорам, Горгием, Евтидемам, что на самом деле они не такие, какими себя считают? Быть неподвижными, как зеркало, чтобы в них отражалось глубокое небо. Гений сердца, который научит неловкую и слишком трактивую руку брать медленнее и нежнее. Который угадывает скрытые и забытые сокровища капли добра и сладкой одухотворенности под темным толстым льдом. Чем занимается Сократ Маэфтикой? Помните, он говорит, я ничего не создаю, это все есть в вас. Я просто из вас это вынимаю. Я повитуха. Выражаете то, что в вас есть, а я всего лишь стою и помогаю. Служит волшебным жезлом для каждой крупицы золота, долго лежавший, погребенную в своей темнице из ила и песка. Гений сердца, от прикосновений которого каждый становится обогаче, но не облагодетельствованным и ошеломленным. Не отчисленным и подавленным другими благами, а богаче самим собою, навеянным самого себя, появленным, обвеянным и бесслушенным темными теплыми ветрами. Я думаю, вы узнаетесь в этом во всем Сократа. Но это не про Сократа, это про антисократа. Но Дионис и есть антисократ. Сократ – это великий человек, но ценности, которые он продвигает, это не те ценности, которые с точки зрения Нитши должны быть продвигаемыми. Именно поэтому Нитша одновременно и делает Сократа Богом. Нитша не ненавидит Сократа. Нитша ненавидит ценности и понимает, откуда исходят ценности, которые продвигает Сократ. Тем временем я узнал многое, слишком многое о философии этого бога, и, как сказано из его собственных уст, я последний ученик, посвященный богу Диониса. Так не имею ли я, наконец, права дать вам, моим друзьям, насколько это мне дозволено, ответить кое-что из этой философии? Разумеется, говорить при этом нужно полголоса, ибо дело идет здесь о чем-то тайном, новом, чуждом, удивительном, злорещем. Уже то, что Дионис философ и что стало быть и боги философствуют, кажется мне новостью, и новостью довольно коварной, которая, быть может, глаза разбудить недоверие именно среди философов. Вас же, друзья мои, она встретит уже меньше сопротиводействия, если только явится своевременно, а не слишком поздно. Ибо, как мне донесли, вы нынче не очень доверите в бога и в богов. Но, может быть, в своем откровенном рассказе я зайду дальше, чем допускаю строгие привычки вашего слуха. В преподобных диалогах названный бог заходит дальше, гораздо дальше и всегда намного впереди меня. Если бы это было дозволено, то я бы стал даже по обычаю людей называть его великолепными именами и приписывать ему всякие добродетели. Я стал бы превозносить его мужеством в исследованиях и открытиях, его смелую честность, правдивость и любовь к мудрости. Но весь этот почтенный хлам и мишура вовсе не нужны такому богу. «Оставьте это для себя, для тебя подобных, и для тех, кому еще это нужно», — сказал Бог. «У меня же нет никаких причин прикрывать мою наготу». Понятно, может быть, у такого мужества и философа нет стыда. Так однажды он сказал, «Порой мне нравятся люди», намекая при этом на Ариадну, которая была тут же. Человек, на мой взгляд, симпатичное, храброе и загадательное животное, которому нет подобного на Земле. Ему не страшны никакие лагеринты. Я добр к нему и часто думаю о том, как бы мне еще улучшить его и сделать сильнее, злее и глубже. Сильнее, злее и глубже спасил я с ужасом. Смотрите, как бы мне улучшить его? И улучшение означает сделать сильнее, злее и глубже. Да, сказал он еще раз. Сильнее, злее и глубже. А также прекраснее. И тут Бог-искуситель улыбнулся своей алкеанической улыбкой. Точно он изрек что-то очаровательно учтивое. Вы видите, у этого божества отсутствует не только стыд, но и заставляет вообще предполагать, что Боги в целом могли бы получить кое-чему у нас, людей. Мы люди человечные. И, естественно, вспоминайте человека, которого Сократ сделал глубже, лучше и злее. Давайте на этом. Если у вас нет вопросов, мы и прервемся. Продолжение следует...